Ну, в общем, история о том, как я, нахуй, хиковал, блядь, вот, нахуй. В общем-то, каждое лето почему-то раньше мать, блядь, приводила к себе всяких, нахуй, друзей, знакомых, блядь, подружек, нахуй, свою ебаную сестру, блядь, со своей, блядь, дочкой ебанутой. Я уже рассказывал про неё в других роликах, да? Вот, нахуй. И, ну, она знает, что я хикка, блядь, и из комнаты никогда не выхожу, блядь, единственное, только чтобы за едой, блядь, и в сортиры помыться, да? Вот, ну, походу, она иногда меня троллит, нахуй. В общем-то, блядь, в один день, нахуй, она решила пригласить к себе, блядь, на хату всю родню, блядь, эту сестру ебаную, блядь, дочку там, ещё каких-то мудаков, хуй знает, какие-то такие, блядь, и чтобы они пожили у нас, блядь, неделю. Ёб твою мать. Если раньше, блядь, приезжали просто там, день потусили, да, вечером уже съебались, блядь, то это вообще для меня, нахуй, испытание, просто охуеть какое, блядь. Семь ёбаных дней, блядь, с какой-то, блядь, сестрой, блядь, с какой-то, блядь, дочкой, с её, блядь, другими какими-то, блядь, подружками, блядь. Это просто охуеть какое испытание. Ну, в общем-то, я начал к ним готовиться уже за неделю, блядь, закупил себе еды. Ну, еда была простенькая, там, чипсы, нахуй, кока-кола, блядь, сухарики, всякая такая бодяга, блядь, сырки, блядь, сырки положил на подоконник, чтобы они не протухли, блядь, ну, и не прокисли, блядь. Но всё равно, мне кажется, с ними что-то, наверное, случилось, потому что там солнце, блядь, ебашло такое, что, наверное, лучше бы я их не клал, короче. Вот, блядь. Ну, начал готовиться, да, блядь, приготовился, взял бутылок, я уже говорил, да, с колой, блядь. И плюс ещё взял несколько пакетов, блядь. Взял, нахуй, да, блядь? Вот, блядь. Ну, короче, приехали эти ебанушки, приехали, нахуй, блядь. Естественно, все, нахуй, сели на кухню, блядь, за стол, блядь, за большой, да. Я не знаю, какой, блядь, резонный вообще, какой кайф сидеть всё время на кухне, блядь, пиздеть какой-то хуйне, блядь, нежели, блядь, я не знаю. Лучше пойти, мне кажется, в комнату, она же, блядь, большая, нахуй. Там можно всем сесть, нахуй, на диван большой крупный, да, нахуй. За каким хуём садиться, блядь, за маленький столик. Но хуй знает, всё как у людей, блядь, все так делают. Вот, они, короче, сели туда, блядь. Ну, я, естественно, когда-то их встретил первый раз, да, я быстренько сказал им всем, здрасте, здрасте, нахуй. Зашёл в сортир, вышел, пошёл к свою комнату, закрыл, нахуй, дверь, блядь. И начал хиковать, блядь, хиковать, нахуй, да. Ну, в общем-то, уже, короче, полдня прошло, я просидел на бордах, да, вроде всё нормально, нахуй. И захотелось мне жрать, блядь. Ну, естественно, я открыл колу, блядь. Ну, там несколько бутылок было на эти семь дней, да. Колу открыл, блядь, эту ёбаную. И начал, короче, пить её, блядь, да. Попил немножко там, закусил сухариками, блядь. Чипсами, нахуй. Ну, еда, на самом деле, хуйня. Лучше, конечно, стряпня, нахуй, мамкина, конечно, да. Но, блядь, тут уже деваться некуда, нужно было выходить туда, блядь. Я не позволю, блядь, каким-то бедланшем, да, блядь, лицезреть меня, блядь. Вы чё, охуели, что ли, да? Вот. Поэтому я сидел в своей комнате, потихоньку хиковал, жрал чипсы с сухарями. Сидел на двачи, двачевал капчу, нахуй. Иногда на нульчик забегал. Вот, нахуй. Ну, хуй знает. Вечер прошёл нормально. Вроде как. Единственное, мне сать сильно захотелось, блядь. Выходить из комнаты я тоже не собирался. Я взял, вылил эту колу в пизду, да. Короче, поссал в бутылку, нахуй. Ну, там, собственно, два литра. На самом деле, те, кто создаёт кока-колу, там и пепси, двухлитровый, вообще молодцы, нахуй. То есть, туда ссать можно, блядь. Это дня, наверное, два, блядь, как минимум. Вот, блядь. Первый день, нахуй, прошёл, блядь. Второй, блядь, ёбаный день, нахуй. Проснулся утром, мне хотелось есть и срать. Хотелось есть и срать, блядь, а выходить из комнаты я не хотел, блядь. Не хотел, блядь. Хотя, вроде они как бегали то на кухню, то в комнату. Я не мог понять, блядь, где они находятся. В принципе, можно было выйти, наверное, да, быстренько сбегать с артир. Ну, я думал, ну хуй с ним, буду терпеть, блядь. В общем-то, второй день прошёл тоже нормально. Наступил, нахуй, третий день. На третий день, блядь, я уже почти охуел. То есть, блядь, мне казалось, что говнище в моём туловище, в заднице, наверное, столько, что я могу построить пирамиду, блядь. Хеопса, нахуй. Вот, блядь. Сука, нахуй. И, короче, третий день я тоже кое-как, нахуй, вытерпел. У меня уже, блядь, казалось, я сейчас лопну, блядь. Ещё чуть-чуть, и всё, пиздец, блядь. То есть, прям ноги дрожали, блядь, аж, да. Вот, наступил пятый день. Я всё, блядь, я больше не смог, нахуй, терпеть, блядь. Блядь, взял пакеты, которые я брал, блядь, постелил их на пол, блядь, да, и начал, блядь, срать, пиздец. Мне было стрёмно срать, потому что мало ли они услышат, как я смачно и жёстко пердел, блядь. С учётом того, что я несколько дней, блядь, не ходил в сортиру, то здесь, блядь, столько из меня вылезло, что, я думаю, наверное, от звуков они там все, нахуй, охуели. Там вибрация была, наверное, по полу прошлась хорошая, блядь, да. Вот, блядь, ну, я не учёл один факт, что, когда я срал, да, я автоматически почему-то начал ссать, блядь. И в какую-то секунду я понимаю, что я обоссал весь, нахуй, паркет, блядь. Я хуеваю, резко поднимаюсь, хватаю, у меня там сверху лежат листы на полке для принтера, да, хватаю листы, нахуй, забываю, что кусок говна ещё висит у меня в заднице, да. Этот кусок говна, собственно, со мной поднимается, резко дёргается и падает мне на кровать, прямо на подушку, блядь. Блядь, ну, хуй с ней с этой подушкой, подумал я, у меня всё равно две подушки, одну, блядь, уберу куда-нибудь, нахуй. Там, не знаю, спрячу, блядь, её в пакет, её засуну, чтобы не воняло, а потом постираю беспалево, да. Вот, нахуй. Нужно теперь расправиться с мочой, которая, блядь, растеклась. А у меня паркет на полу, да, паркет вот летом имеет такое свойство рассыхаться и между ним образуются большие-большие такие щели, блядь. И вся моча, короче, туда, блядь, полилась. Я думаю, всё, пиздец, нахуй, будет вонять, как из бомжарни, нахуй, да. Да, постелил я, постелил, блядь, я эти бумажки, да, они начали впитывать, ну, из принтера листочки, начали впитывать потихонечку, нахуй. Но, блядь, принтерные листы, они на самом деле хуёвые, они, блядь, сложно промокают. Они вроде бы и промокли, но почему-то много не впитывают, то есть как газета. Газету кинешь, блядь, она всё всосёт в себя, да, а, блядь, принтерные листочки нихуя. Вот, и, короче, сука, в общем, сидела, сидела этот день. Ну, то есть уже мочой начало даже вонять, блядь. Я не знал, что делать, я собрал эти все листочки, которые были в моче, затолкал их в пакеты, которые я собирал, блядь. Да, блядь, собирал в пакеты, думаю, куда же убрать? Они же, все пакеты и листочки, ну, листочки, они пропитались говном, стали коричневыми, да, а пакеты, они прозрачные, там видно, что, блядь, что-то стрёмное лежит внутри, да, то есть говно, блядь. Кто-нибудь зайдёт, скажет, вот ты ебанутый, блядь, там сидишь. Ну, я думал, что бы сделать, что бы сделать, нашёл у себя пакет из Макдональдса. Ну, пакет из Макдональдса у меня был в комнате, потому что я сам хикка, да, и я иногда одеваю его на голову и выхожу на двач, ну, как бы фотографирую себя и говорю, что я тру хикка, да, там всё-таки глаза вырезаны специально, да, вот прямо в этом пакете, да. Я смотрю на этот пакет и думаю, блядь, он непрозрачный, в него можно всё накидать, блядь, и никто нихуя не заметит, блядь. И у меня на самом деле были некоторые сомнения, потому что всё-таки это мой, нахуй, пакет, с которым я уже сколько времени хикую, блядь, да, это ананим легион все дела, нахуй, да. Ну, в общем-то, я взял кое-как через свои сожаления, типа, блядь, ну, ладно, хуя с ним с этим пакетом, это лучше с пакетом распрощаться, чем со своей гордостью, да, подумать, что я мудак обосранный, блядь. Ну, короче, я взял, взял, нахуй, вот, пакет с листочками, да, и с говном, нахуй, затолкал его в этот, в пакет из-под Макдональдса, да, там все дела, нахуй, туда затолкал, нахуй, свернул, блядь, скотчем обмотал, нахуй, чтобы не воняло, блядь, открыл окна вовсю, чтобы тоже не воняло. Но я не учёл одного факта, что из-за того, что я открыл окно, блядь, запах пошёл, короче, через щели, через щели под дверью, да, по всей квартире, нахуй, а здесь у меня было и говно, блядь, нахуй, и моча, блядь, весь паркет, нахуй, пропитался, да, блядь, и тут слышу, блядь, кто-то идёт в сторону моей комнаты, я охуел, ему, бля, всё, пиздец, сейчас зайдут, охуеют, тут смрад ёбаный, да, блядь, это запах ёбаный, тут все охуеют, блядь, стучится мне кто-то в дверь, и мать мне говорит, блядь, ты там не сдох, дебил, блядь, ну, естественно, ну, то есть у меня мать на самом деле меня любит, да, её любимые слова это дебил, блядь, мудак, блядь, что ты дома сидишь как сыч, нахуй, хули я тебя, нахуй, родила на этот свет, блядь, в общем-то, у меня хорошая мать, вот, и, собственно, я говорю, нет, нет, там, типа, он говорит, откуда воняет, нахуй, ну, я говорю, блядь, тут какая-то хуйня проезжала, мусорка, блядь, стояла под окном, блядь, да, у меня окно было открыто, блядь, и весь запах сюда, короче, просочился, блядь, ну, кое-как я её убедил, нахуй, она съебалась, блядь, и потом я, короче, начал прыскать всё, блядь, ну, естественно, у меня был дезодорант, который мне покупала давно бабушка на какой-то праздник, то ли на 23 февраля, то ли ещё на что-то, вот, этим дезодорантом я всё, нахуй, запрыскал, блядь, запрыскал так, что можно было охуеть, вроде бы запаха не чувствовалось, да, вот, но они, вроде, тоже больше ко мне не заходили, блядь, и, короче, всё заебись, в общем-то, остальные два дня я просидел тоже заебато, никто меня не беспокоил, и потом они съебали, и я пошёл выносить мусор, блядь, вот так я вот хиковал вот эти вот 7 дней, блядь, в своей жизни, нахуй, вот.